Семён Туманов и Георгий Щукин Роль лирического героя, который обязательно добьётся своего, так понравилась зрителям, что на Мосфильм полетели письма. Одна поклонница писала, если хоть один из моих сыновей вырастет похожим на Алёшку, я буду счастлива. Но Быков счастлив не был. Он видел своё предназначение в небе, пусть теперь не в боевом, но хотя бы в кино. И такую возможность он сам себе создал. С невероятным трудом. В фильме, мечте, в котором он был и актёром, и режиссёром. Ну, для Быкова «Бой идут одни старики» это фильм всей жизни, конечно. Я думаю, что во многом он вообще ради этого фильма пришёл в режиссуру. И мы знаем историю его скитаний, как он отправился работать в Ленинград. И, кстати говоря, отправился как раз с расчётом поставить этот фильм. Его не очень воспринимали всерьёз как раз как режиссёра вот такого военного фильма. Так он и не получил, как бы, на Ленфильме право запуститься с этим фильмом. Отправился в Киев, на студию Довженко. И там тоже всё было непросто. За сценарий картины «В бой идут одни старики» он боролся пять лет. Идею зарезали на всех уровнях. Говорили, это несерьёзно. Какие могут быть песни на войне? По легенде, с запуском фильмов производства Быков был обязан маршалу авиации Александру Покрышкину, который лично заступился за сценарий. Ведь именно это, на первый поверхностный взгляд, несерьёзность цепляло тех, кто сам прошёл войну. Сбивать самолёты противника – это не подвиг. Это, так сказать, обязанность истребителей, наши будни. А вот что ты видел? В бою? Ну да. Не подсказывай. На съёмках этой картины он, наконец, впервые сел за штурвал самолёта. Радовался, как ребёнок. Пилоты научили его ездить по полю. Но крутые трюки в небе, конечно, выполняли сами. После одного из таких виражей Быков всё никак не мог начать играть. Оператор у него спросил, ты что, забыл текст? Да нет, ответил Быков, текст помню, где руки, где ноги забыл. На площадке у Быкова всегда была невероятная атмосфера. Когда режиссёром становится актёр, он умеет создавать особую атмосферу на площадке. Самое главное – это его личный энтузиазм. Вот то, как он сам показывал пример. Потому что он, что называется, работал совершенно не щадя и не жалея себя. Вот, например, на тех же съёмках «Атыбаты шли солдаты», когда он выходил и без шапки командовал мотор. Когда он в минус 40 на площадке провёл весь день, да, и потом отогревался там с большим трудом. Вот эта самодача, с которой он работал, которая была ему всегда свойственна, это, конечно, Быковская черта. Второй фильм Быкова о войне тоже стал легендой и также дался ему с невероятным трудом. «Атыбаты шли солдаты», «Атыбаты на войну», «Атыбаты шли солдаты» стоили Быкову третьего инфаркта. Говорят, во время съёмок в столице как раз готовились к очередному съезду партии. Меры безопасности были беспрецедентные. И тут Брежневу докладывают, в 20 километрах от Москвы замечено движение немецких танков. Может, это и легенда, но в больницу Леонид Быков попал по-настоящему и написал там своё завещание. Расписывает фактически сценарий своих похорон, которые он предлагает сделать очень аскетичными. Он не хочет никаких панихид на киностудии, чтобы в последний путь его провожали под песню «Смуглянка». Быкову было всего 51, и его завещание было исполнено. Хоронили его под его любимую песню. «Смуглянка» 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 «Смуглянка»